Что-то проект с бюджетным экструдером подзатянулся. Всем привет! Сегодня я попытаюсь его закончить и запустить и все-таки решил не тратить по напрасну временное испытание и поставить широтный импульсный модулятор для регулировки скорости Тем более стоит он около двух с половиной долларов. Если все-таки решили собрать такой экструдер то не тратьте по пусту время в поисках цельной трубы. Воспользуйтесь сгонами, которые продаются в магазине Вот так может выглядеть ваша труба из сгонов и муфт. Это дает большой плюс. Во-первых, это дает хорошую термоизоляцию между блоками Во-вторых, вы можете регулировать длину трубы. Стоит сгон рублей 40, наверно Приступим Вот так собираешь, разбираешь, потом опять собираешь. Одним словом, аттракцион Для начала я выровняю трубу, чтобы в муфте не было никаких зазоров и обе части соприкасались между собой Обратите внимание, что внутренний диаметр совковой трубы, которую я снял соответствует 15 миллиметрам Но сгон, который я купил в магазине почти на полтора миллиметра больше У меня на экструдере стоит сверло 14 миллиметров, но есть сверло 16 миллиметров Вот этот сгон я купил в магазине Теперь отшлифую внутреннюю поверхность трубы, чтобы мусор, который скопился за десятилетия, не перемешивался с материалом Представляете сколько хладимеоза накопилось, после этого мне пришлось не только пылесосить, но еще и мыть полы Я первый раз пользуюсь такими химическими средствами от ржавчины Конечно же я пренебрег техникой безопасности После чего кожа моя на руках облезла Обязательно пользуйтесь перчатками при работе с химическими веществами Быстренько просушу феном, пока не заржавело И к сборке Надеюсь, что это уже окончательная сборка данного узла Чтобы отвести тепло между теном и бункером, я сделаю импровизированный радиатор из медных гаек и больших шайб Просверлю заглушку, импровизированное сопло, сверлом 1,6 миллиметра Теперь надо разместить как-то фильтр Нашел на свалке вот такую вот сетку от заварника Но как ее разместить, пока не знаю Надо думать Выход нашелся Сделаю из медной проволоки кольцо и обтяну ее сеткой Думаю, фильтр отлично получился Два слоя сетки, да еще и прошил проволокой по периметру Чтобы сетку не вздернуло расплавленным пластиком Фильтр готов Но при первом прогоне я его не буду ставить, чтобы сразу не засрать Сейчас займемся электрикой Давайте немного порисую Схема предельно проста От блока питания я выведу еще параллельно 220 вольт Чтобы от него запитать пит регулятор и кольцевой тен Шим контроллер я запитаю от постоянного напряжения блока питания 12 вольт После шим контроллера будет стоять переключатель меняющий полярность питания мотора шнека Чтобы можно было управлять реверсом Для начала давайте разберемся с мотором У него выходит очень много проводов Я не автоэлектрик, но думаю это сигнальные провода Для того чтобы давать двигателю команду крутить назад и вперед С этой коробки на мотор идут три провода Они то нам и нужны, все остальные можно откусить Провода выходящие с двигателя имеют цветность Черный провод это общий провод Два остальных это пониженная повышенная скорость Мне надо выяснить где пониженная скорость Давайте попробуем Это повышенная А вот и пониженная Это получается синий провод с красной полоской Он там мне и нужен Теперь намутим регулировку скорости мотора Шим Наверняка не все знают что это такое Широтная импульсная модуляция Это управление мощностью путем включения и выключения потребителя То есть если мы уменьшим напряжение на мотор То соответственно упадет и скорость Но что самое плохое упадет мощность Широтной импульсной модуляции такого нет Здесь напряжение не уменьшается Оно просто подается импульсами порционально Давайте я покажу вам на осциллографе У меня оказался еще один модуль Конечно очень слабенький по мощности Но для пробного запуска Надеюсь протянет Я не буду вас залечивать всякими умными словами О частоте импульсов, коэффициенте заполнения или скважности Покажу наглядно Чем шире у вас импульс, тем двигатель крутится быстрее Например вот это полные обороты двигателя А в таком состоянии двигатель остановлен Ну наконец-то картина которую я начал писать еще летом Приобретает узнаваемые штрихи И с каждым часом начинает оживать Радуя работоспособностью своих модулей Для активного охлаждения я использую кулер из выброшенного системного блока Напечатаю для него рукав из бутылочного пластика для концентрации потока воздуха Перестрахуюсь и все таки сделаю еще пассивное охлаждение ближе к соплу Я постарался установить как можно меньше электроники в этом бюджетном экструдере Вот так я разогреваю заготовку, чтобы было мягче И нарезаю болтом отверстие для датчика температуры Ну наконец-то установка датчика температуры и нагревательного ТЭНа Меня очень радует, ведь это завершающая стадия монтажа С прошлого видео как заработать 10 тысяч рублей У меня осталась рамка от телевизора донора Но не пропадать же добру, сделаю экструдер красивее Те кто не видел предыдущее видео задаются вопросом А почему же бомж экструдер? Да потому что такие комплектующие как трубу для шнека, подшипники, мотор с червячным редуктором, основание, блок питания Я нашел на свалках и заброшенных домах Смотрите мое прошлое видео, где все это можно взять за 0 копеек У меня уже есть немножко пластика накрошенного из струйного принтера Сейчас засыплю и посмотрим насколько бомж экструдер работоспособен Первая нить полученная с помощью бомж экструдера работает Пока я устраняю некоторые недочеты Например сопло не докрутил и пластик подтекает Заодно поставлю стол протяжки Я попрошу размотать вот этот принтер Надо же чем-то печатать Держи Катерина с любовью и нежностью обошлась к разбору столь высокотехнологичного печатного аппарата В дальнейшем конечно же я помог с измельчением В этом принтере еще много полезных деталей для будущих самоделок Я скромная няша Я няша стесняша Люблю читать книжки И в доту играть Я милая киса Путчистые лапки Люблю вечерами О звездах мечтать За тварь Бой-бой-бой-бой Станок по производству филамента для 3d печати отлично работает Я не заметил особо каких-нибудь колебаний в диаметре нити Попробовать бы заводскую гранулу При отверстии диаметра сопла 1,6 миллиметров Штангенциркуль показывает вот такие результаты Не сказал бы что прям очень стабильный круток Но я думаю что все дело в настройке протяжки стола Сейчас попробую напечатать с него тестовый диск Печать запустил с первого раза Филамент при печати показал себе Ну очень хорошо На этом можно было и закончить Вручив паспорт безымянному станку Теперь он не бомж Теперь у него есть имя Но так просто я не отпущу именинника Я хочу получить с него 50 метров пластика Не для того чтобы напечатать какие-то умные вещи А для души Я хочу напечатать Добрый день При работе с полимерами комната должна обязательно вентилироваться И конечно же не забываем о средствах защиты Таких как противогаз или респиратор Почему я напечатал товарища Бендера из футурамы Да потому что у меня был такой же характер в молодости Ну да ладно Экструдер работает отлично И обошелся мне в 1300 рублей Чтобы не быть голословным Вот подтверждение Эх совсем забыл указать сверло Приплесуйте сюда еще 300 рублей Посчитаем еще болты и гайки И получится полторы тысячи рублей Для сравнения Китаец Без регулировки скорости 45 тысяч рублей Полторы тысячи рублей Еще раз 45 тысяч рублей Полторы тысячи рублей Работает лучше чем этот китаец Если вы начинающий То я не советовал вам собирать экструдер А для начала собрать станок по протяжке пэт ленты Поверьте это намного упростит вашу жизнь Но если вы собираетесь по-настоящему заняться переработкой вторичного пластика Что очень перспективно на будущее То вам нужны профессиональные безотказные станки Измельчитель Экструдер Пресс для пластика Консультация на край Все это у ребят Ссылка под видео Может и ничего не перепадет Один из моих приятелей А всех подписчиков я считаю таковыми Павел из города Из деревни Хохряки Интересное название Прислал мне вот такой материал Что это за материал я не понимаю Если вы знаете что это за материал Дайте мне знать какой классный материал Жалко его даже измельчать Спасибо Павел В будущих сериях я обязательно с него что-нибудь напечатаю Спасибо всем кто по достоинству оценил видео Печать из ВХС кассет Я даже не ожидал что будет столько просмотров В связи с этим я подготовил еще материал Несущий аудио визуальную информацию Это компакт диск Кинопленка Виниловая пластинка Винилофилы наверно точно побежали за корвалолом Выбирайте из какого материала мне напечатать еще вещей в следующем видео У меня есть одна интересная штука Вот такая вот советская кинокамера Киев 16У Она рабочая Она даже работает Я хочу ее разыграть среди своих приятелей Но пока не могу придумать алгоритм Как ее разыграть и выявить победителя Есть идеи пишите Но я с вами не прощаюсь Увидимся До встречи В инсту я выкидываю намного раньше видео В чем оно появляется на ютубе Хочешь увидеть первым мои не отмонтированные куски Ссылка под видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok